Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем цикл видеолекций по книге притчей Соломоновых для библейского портала экзегет.ру. И сегодня мы будем читать вторую главу. Напомню еще раз, что книга эта очень важна для нас тем, что именно ее церковь читает в течение всех дней Великого Поста, будних дней Великого Поста, и именно с нее начиналась нравственная подготовка оглашаемых. Именно ее читали для того, чтобы войти в контекст библейской христианской нравственности. Итак, как и в прошлый раз, мы будем читать перевод Юнгерова, это перевод с греческого, и мы будем пользоваться также синодальным переводом, который был сделан с еврейского языка, будем их сравнивать. Итак, премудро Соломон говорит. «То уразумеешь страх Господень, и обретешь познание о Боге». Вот такой первый отрывок, это некоторое приглашение к сыну его, призывание его к тому, чтобы он читал заповеди, чтобы он поучался при мудрости. Здесь есть очень интересное отличие во втором стихе. Синодальный перевод предлагает нам следующий текст. «Так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению». Но текст, с которого переводил Юнгеров, и который мы слышим в храмах, потому что этот же текст только по-славянски читается в храмах во время поста, добавляет еще одно выражение. «И если предложишь ее в научение сыну твоему». То есть, вот это очень важно, что мудрость, во-первых, Соломон говорит о том, что он скрывает ее в себе. И здесь тоже «сохранишь при себе заповеди мои». То есть, они становятся некоторым сокровенным, искренним знанием. «И послушает мудрости ухо твое, и приложишь сердце к разумению». Вот, знаете, иногда говорят, видно, что эта проблема коснулась человека подлинно, по-настоящему. Он говорит от сердца, или говорят человеку, который, например, горюет о чем-то, не прикладывай сердце, сердечно не переживай. То есть, и здесь как раз Соломон говорит, если ты приложишь сердце твое к разумению, то есть, ты будешь всем сердцем искать истины, относиться к ней так, как будто бы она для тебя самая важная, и даже предложишь ее в научение сыну твоему. Действительно, когда человек узнает истину, он не может спокойно смотреть на людей, которые живут вне ее. И он, конечно же, самым близким в первую очередь ее сообщает. Здесь вот речь идет о сыне. К сожалению, правда, у этой искренности, у этой открытости есть обратная сторона, и иногда люди, познавшие христианскую истину, начинают настолько ревностно ее проповедовать, что, наоборот, это приносит даже некоторый вред, так называемое вот это неофитство, когда люди воцерковляются. И, к сожалению, настолько с таким усилием сообщают эту истину другим, что это вызывает отторжение. Конечно же, речь идет о том, чтобы, и мы видим, как Христос проповедует, и апостолы проповедуют в других книгах, мы видим, что это сообщение с рассуждением, с пониманием того, в каком состоянии находится человек, и что именно он готов сейчас воспринять, и как лучше ему об этом сказать. И далее продолжает Соломон. Если призовешь мудрость, и разуму подашь голос твой, и разумение поищешь громким голосом. Когда человек, вот можно себе представить, что вот это поищешь громким голосом, знаете, когда люди теряются в лесу, и они кричат, чтобы их услышали. Вот человек, который понимает, что он должен искать истину, и что он не знает ее сейчас, человек, который не знает смысла жизни, но понимает, что он где-то существует, естественно, очень искренне и всем сердцем обращается на его поиски. И вот мы представляем себе, как человек кричит, который в лесу потерялся, например, вот с такой же силой, эмоциональной, внутренней, человек, ищущий смысл жизни, человек, ищущий правильный путь в жизни, как жить, для чего жить, он тоже не успокаивается, пока не находит его. «Если будешь искать ее, как серебра, и как о сокровище, выведывать о ней». Здесь этот ряд образов продолжается, когда многие в молодости читали, например, того же Джека Лондона о золотой лихорадке, и мы видели эти картины, слышали о том, как люди, которые знают, что где-то их ждет сокровище, сколько сил они прикладывают, как они движутся, с какой силой внутренней, и они ищут этого самого сокровища. И вот здесь тоже, если будешь искать ее, как серебра, и как о сокровище, выведывать о ней, то есть ты все силы приложишь для того, чтобы узнать эту самую истину. И что же тогда произойдет? Соломон говорит, «то уразумеешь страх Господень, и обретешь познание о Боге». Мы о страхе Господнем говорили в прошлый раз, что страх Господень — это не просто боязнь Бога, а это некоторое внутреннее состояние обращенности к Богу, чуткости по отношению к Его словам, к Его заповедям. Это скорее боязнь нарушить ту гармонию, которая возникает между любящим и любимым, между ищущим и тем, кого Он нашел, той истиной, которая Ему открылась. «И обретешь познание о Боге». И вот, казалось бы, если человек ищет истину, то она может представляться ему чем-то таким практическим, тем, что он дальше может своей жизни использовать. Но Соломон говорит, «ты обретешь страх Господень и познание о Боге», то есть тебе откроется истина о Боге. Не о тебе самом пока, но дело в том, что узнав истину о Боге, ты узнаешь истину и о себе самом, Бог тебе ее откроет. «Потому что Господь дает мудрость, и от лица Его познание и разум Он хранит содеевающих спасение, защищает шествие их, охраняя пути правды и путь благоговеющих перед Ним оберегает». Вот действительно Соломон так и говорит, что когда ты обретешь знание о Боге, тогда ты узнаешь, что Господь дает мудрость, и от лица Его познание и разум. Вот это библейское выражение «лицо Божие», конечно же, оно образное, и мы знаем, что существует такое понятие, как антропоморфизмы. То есть, когда мы в Писании встречаем выражение, говорящее о Боге как о человеке, конечно же, это условное выражение, но при этом оно чрезвычайно важное. У Бога есть лицо в другом смысле, с Ним можно встретиться лицом к лицу. Он существо личностное, разумное, свободное, любящее, Он тот, кому можно сказать «ты», и поэтому можно говорить, что от лица Его познание и разум. То есть, от личной встречи с Ним, из личной встречи с Ним рождается познание и разум. И тогда Он хранит тех, кто соделывает свое спасение, и защищает их путь, охраняет путь правды и благоговеющих перед Ним оберегает. Далее, Соломон говорит, «Тогда ты уразумеешь правду и правосудие, и будешь направлять себя на все добрые стези». Интересно, что этот стих также отличается в синодальном переводе и, собственно, в еврейском тексте, потому что здесь текст говорит, «Тогда ты уразумеешь правду и правосудие, и всякую добрую стезю, а здесь и будешь направлять себя на добрые стези, на добрые пути». То есть, ты не просто узнаешь эту добрую стезю, этот добрый путь, но ты будешь направлять себя, то есть, ты действительно будешь идти по нему. «Ибо если мудрость войдет в твой разум, и познание будет казаться душе твоей благом, совет добрый охранит тебя, мысль святая соблюдет тебя, чтобы спасти тебя от пути злого и от мужа, не говорящего ничего истинного». Очень важно понимать, что книга «Притчи» — это, в первую очередь, книга не только о познании Бога, но и о том, как жить здесь и как здесь получить некоторую благополучную, счастливую жизнь, как стать счастливым. Ветхий Завет практически ничего не говорит о посмертии, он не говорит о том, что после смерти будет что-то плохое, и не говорит, что после смерти будет нечто хорошее. Он только в некоторых отдаленных образах говорит о том, что после смерти человек остается жив, и то это очень такие туманные образы, и в конце концов тоже прикровенно говорит о воскресении мертвых. Но никакого посмертия, удачного или неудачного, ветхозаветный человек не ищет. Он ищет жизни здесь и сейчас, либо полной в мире с Богом, счастливой, либо тоже, по всей видимости, счастливой, но понимаемой по-своему, то есть счастье, понимаемое по-своему, когда грешник, человек злой и неискренний сердцем, выгадывает что-то для себя, ищет богатство для себя. И вот от такого ложного счастья Соломон призывает своего сына отойти и прийти к счастью подлинному. И, конечно, такое счастье, счастье в этой жизни ему подает Бог. Не случайно он говорит, если мудрость войдет в твой разум, и познание будет казаться душе твоей благом, совет добрый охранит тебя, и мысль святая соблюдет тебя. То есть твою жизнь будет оберегать добрый совет, добрая мысль, добрые люди, которые вокруг тебя будут. И мысль святая, то есть мысль, обращенная к Богу, соблюдет тебя, то есть, опять же, сохранит тебя, соблюдет тебя на твоих путях, чтобы спасти тебя от пути злого и от мужа, не говорящего ничего истинного. То есть, естественно, что и люди, которые лгут, которые изменяют Богу, изменяют правде Божией, они с таким человеком тоже не смогут ужиться и не смогут на него повлиять, не смогут изменить его жизнь. Далее, стихи 13 и 14 во второй главе отличаются в греческом и, соответственно, в переводе Юнгерова и в еврейском, в переводе синодальном, не столько по смыслу, сколько по некоторой интонации. Вот 13 и 14 стих здесь звучит так. «О, оставляющие пути правые, чтобы ходить путями тьмы! О, веселящиеся о зле и восхищающиеся злым развратом!» То есть, Соломон, премудрый Соломон не говорит им, не обращается к ним, а скорее, в каком-то смысле, удивляется и стенает о том, какой путь они выбрали и почему они его выбрали. Это те, кто оставляют правые пути и ходят путями тьмы. И, конечно же, тьма, как образ, противоположный свету, противоположный Божьему свету, он всегда ассоциировался со злом. «О, веселящиеся о зле и восхищающиеся злым развратом!» Вот действительно поразительно, что здесь тоже можно найти слова, которые мы оцениваем как нечто доброе. Смотрите, «веселье» или «восхищение». Но чем восхищаются и о чем веселятся эти люди? «О, веселящиеся о зле». И мы, конечно же, знаем, что в мире есть люди, и, может быть, они даже живут рядом с нами, может быть, мы встречали таких в жизни людей, которые веселятся от того, что другим плохо. Которые веселятся от того, что зла в мире становится больше, что зло в мире торжествует, торжествует жестокость. «И восхищающиеся злым развратом». Восхищение злым развратом – это оксюморон, это что-то противоположное. Восхищаемся же мы чем-то добрым, чем-то возвышенным. Но здесь люди находят упоение и восхищение в злом разврате. А те же стихи в синодальном переводе звучат следующим образом. «Дабы спасти тебя от пути злого и от человека, говорящего ложь, от тех, которые оставляют стези прямые, чтобы ходить путями тьмы, от тех, которые радуются, делая зло, восхищаются злым развратом». То есть здесь скорее вот эти благие мысли будут спасать тебя от всего этого. А в данном случае Соломон стилает о них. Но, конечно же, мы понимаем, что общая интенция, общее некоторое направление этих двух вариантов, оно одно и то же. Соломон хочет показать сыну, насколько ужасен этот путь тьмы, насколько ужасен этот путь зла. И он хочет показать, что добро будет оберегать его от этих путей. Далее. «Все поступающие по нему не возвратятся на добрый путь, даже не найдут правых путей и не достигнут долголетия». Очень интересно, что здесь существенное различие между текстом, который мы читаем, и текстом, который можно услышать в церкви, в храме, и текстом, который мы можем найти в синодальном переводе. В синодальном переводе 16 стих говорит следующее. «Дабы спасти тебя от жены другого, от чужой, которая умягчает речи свои, и далее, которая оставила руководителя юности своей и забыла завет Бога своего». То есть речь идет о развратной женщине, которая оставляет завет свой, завет с Богом. То есть это олицетворение грешницы. «Дом ее ведет к смерти, и стези ее к мертвецам. Никто из вошедших к ней не возвращается и не вступает на путь жизни». То есть здесь блуд, блудница, измена Богу предстает как чужая жена, как женщина, которая призывает к разврату. Здесь же в славянском тексте, в греческом и, соответственно, в русском, который нам представляет юнгеров, говорится не о женщине, а вообще о злом совете, о зле как таковом. То есть здесь вот этот образ, который олицетворяет блудница, он уходит. Может быть, теряются некоторые краски, потому что образ блудницы, который призывает человека и как бы обманывает его, он такой очень яркий. Но зато здесь этот совет приобретает с другой стороны некоторую широту, потому что речь идет не только о чужой жене, не только об измене, не только о той, кто оставила завет свой. Здесь речь идет о злом совете вообще. То есть вот есть добрый совет, он в 11 стихе говорит, «совет добрый охранит тебя, и мысль святая соблюдет тебя». Но есть «да не постигнет тебя злой совет». Кстати, очень интересно само вот это выражение «да не постигнет тебя злой совет». Действительно, вот есть ощущение, что злые советы, злые рекомендации, да, люди, которые тянут тебя, влекут тебя ко злому, они как будто бы постигают тебя, просто случаются с тобой в жизни. И ты уже оказываешься в ситуации, в которой тебе приходится выбирать. Ты не обязательно сам ищешь злого совета. Иногда искушение приходит оттуда, откуда ты его не ждешь. И тебе приходится справляться с этим искушением. И вот «да не постигнет тебя злой совет». То есть даже, чтобы даже возможность этого злого совета, этого злого собеседования, греховного собеседования, не случилось с тобой. Оставляющий учение юности и забывший божественный совет. То есть уже здесь речь идет о самом совете, не о блуднице, которая оставила заповедь Божию, а о совете, который является и проявляется через оставление завета Божьего. И вот здесь мы читаем, что «она поставила дом свой, дом ее ведет к смерти, и стези ее к мертвецам». А здесь мы читаем, «ибо он поставил при смерти дом свой и при аде с земнородными деяния свои». Вот здесь, конечно, перевод Юнгерова может быть точен с греческого, но он несколько непрозрачен оказывается, и довольно сложно сходу сразу его понять. «При аде с земнородными деяния свои». Здесь значительно, конечно, понятнее этот текст в синодальном переводе. «Дабы спасти тебя от жены, дом ее ведет к смерти, и стези ее к мертвецам». Вот эти земнородные при аде, это как раз и есть те самые мертвецы. И он этот совет ведет к этой смерти, он оказывается домом смерти. Вот тоже поразительный такой образ. Дом – это то место, в котором мы живем. Мы не говорим о доме мертвецов. Может быть, какие-нибудь современные фильмы ужасов, что-нибудь подобное говорят. Но вообще в традиционной культуре дом – это место жизни, это место, в котором живут люди. А место, где живут мертвые – это кладбище, это другое место. В каком-то смысле даже эти места, к сожалению, в традиционной культуре стали противопоставляться. Но здесь говорится о том, что он поставил этот злой совет, или, скажем, это блудница злая, поставили при смерти дом свой. И место их, место с мертвецами. И далее общая мысль. Все поступающие по ней, здесь по нему, по совету, а здесь по тем, кто входит к ней, никто из вошедших в ней. Но самое важное, что здесь говорится, они не возвращаются на добрый путь, даже не найдут правых путей и не достигнут долголетия. То есть действительно получается, что человек, который пришел в дом смерти, внутренне умирает и уже не может вернуться, и даже не найдет правых путей. Он может быть даже внутренне и попробует искать их, но настолько трудно, настолько тяжело оказывается исправление того, кто выбрал сознательную измену Богу. Сознательную измену тому, что здесь называется учением юности и сознательный выбор тех, кто забывает Божественный Завет. Не забудем, что это книга притчей, книга по учению своему сыну. То есть речь идет о том, что Соломон учит и наставляет своего сына и говорит о том, кем он вырастет, какой выбор он сделает в дальнейшем. И глава завершается, потому что праведные населят землю, и святые прибудут на ней. Пути же нечестивых погибнут с земли, и беззаконные удалены с нее будут. Мы видим, что вот это обещание обетования Соломона в каком-то смысле очень близко одной из заповедей, одному из выражений Нагорной проповеди, что кроткие наследуют землю, праведные населят землю, и святые прибудут на ней. Конечно же, можно удивиться и сказать, что мы видим, что населяют землю и грешники тоже, и они дают потомство, и потомство грешных живет. И мы не видим, чтобы постепенно грешные вымирали, а, например, праведные оставались. Нет такого. Но, конечно же, Соломон не говорит о таких простых и прямых вещах. Его речь не так примитивна, как может показаться, что как будто бы здесь все в рамках только этой жизни решается. Речь идет, конечно же, о земле, как вообще образе жизни, образе жизни с Богом в том числе. И, может быть, прямо он не говорит здесь о воскресении, но речь идет о том, кто вообще наследует землю, как творение Божие, кто будет жить на ней. Это будут праведные и святые, потому что жизнь человека грешного, даже если он живет внешним образом, можно назвать жизнью к смерти, потому что, выбирая грех, он все время стремится к смерти, к отходу от Бога. И так Соломон и говорит, пути нечестивых погибнут с земли, и беззаконные будут удалены от нее. Вот действительно это очень важно, помнить эти слова и понимать, что, конечно, Соломон не призывает к какой-то сиюминутной выгоде. «Хочешь жить — будь праведен, и хочешь прибыть на земле — будь свят». Он говорит о жизни другой. Он говорит, в первую очередь, о жизни с Богом, которую мы в подлинном смысле только и можем назвать жизнью. КОНЕЦ Продолжение следует...